Как известно, с этого года бюджеты формируются на трехлетний период. А после объединения администрации Щелковского района и городского поселения Щелково, их еще и верстает одна команда. На публичных слушаниях оба документа представляли начальник финуправления Александр Фрыгин, начальник управления по экономической политике Елена Митряева, замруководителя администрации по экономике и финансам Инна Ковцева. Первым рассказали о бюджете города. Проектом бюджета городского поселения Щелково предусмотрены следующие у основных показателя. Общий объем дохода 940 млн. рублей, расходов 1,014 млн. рублей, дефицит бюджета 74 млн. рублей, который планируется полностью покрыть за счет остатка средств бюджета на 1 января 2016 года. Общее в бюджетах то, что их называют социально направленными и расходуются они программно-целевым методом. Больше половины расходов бюджета города на развитие инфраструктуры. 325 млн. на ЖКХ и 166 млн. на дорожно-транспортный комплекс. Почти по 200 млн. получат спорт и культура. Участников публичных слушаний, разумеется, интересовали конкретные дела. А тут в бюджет заложено 43 млн. на проекты строительства бассейна. Бассейн нужен. Это спортивный объект, это тоже социальный объект. Поэтому он будет. Сейчас рассматривается вопрос о территории, где это лучше сделать, в каком микрорайоне, для того, чтобы туда привлечь жителей. Поэтому это вопрос практически решенный. В городской совет депутатов уже поступило несколько предложений от граждан. Организация «Дети войны» просит заложить в бюджет средства на строительство в микрорайоне Чкаловский, сквера «Слава» в честь этого поколения. Жители квартала Хомутова просят профинансировать развитие у них коммунальной инфраструктуры. Они не только интересны, они и социальны еще, поэтому каждое обращение будет рассмотрено, будет переадресовано в исполнительный орган власти для рассмотрения, для внесения поправок в проект бюджета. Показатели районного бюджета 2016 – 4 млрд 800 млн доходы, 4 млрд 885 расходы. Новые статьи расходов, многофункциональный центр и программа безопасности, а именно служба 112. На каждое заложено более 30 млн рублей. И тоже есть конкретные долгожданные проекты. В бюджете района все равно предварительно на 2016 год отражены такие хорошие моменты, и в программах это отражено, как в делении средств на строительство школы в микрорайоне Солнечном, это софинансирование будет района, на софинансирование пристройки Кембережьей Озерской школы. Принципиальные отличия районного бюджета в том, что социальная сфера образования, спорт и культура занимает в нем 88% расходов. Только образование – это 4 млрд 200 млн. – это же и проблема. В таких условиях у района нет возможности развиваться, особенно на фоне того, что с 2013 года наблюдается существенное снижение объема инвестиций. Руководитель администрации Алексей Валов считает, что инвесторов останавливает отсутствие нормальной логистики. Город закупорен пробкой на Щелковском шоссе и единственном мосту. Хотя дело сдвигается с мертвой точки, будет мост на улице Фабричной, в проектировании которого примут участие городской и районные бюджеты. Начинаем в следующем году строить мост, который позволит на промышленную зону осуществлять более-менее приличную грузовую логистику. В общем, все усилия администрации направлены сегодня на привлечение инвесторов. Чем их больше, тем больше предприятий, тем больше бюджет и возможности развития. Вместе работаем. Вместе добиваться того, чтобы мы получили реальный рост бюджета, а не инфекционный. Если мы туда бьем, считаем, что мы задаем шум. Считаем, что Щелковский район, опять в них клик, как он был раньше. Участникам публичных слушаний также рассказали, что в тестовом режиме работает районный портал «Открытый бюджет», подразумевающий открытость и доступность всех бюджетных показателей для населения. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».